приветствую братья водомоторники нахожусь я в карелии северо-восток онежского озера прекрасное место дюны сосны и красивейшее онежское озеро недалеко деревни челму же но это так слову сейчас я вам покажу немножко местный красот а собрался поговорить я вот по какому поводу пять лет верой и правда служит мне мотор тахаться 9 и 8 двухтактный но за это время за пять лет подубился винт который но является расходником с одной стороны а с другой стороны его надо менять и вот этот момент замены винта вызвал у меня некоторые размышления я собственно говоря хочу поделиться этими размышлениями и теми вариантами которые в результате размышлений я пришел каким вариантом и так вариант 1 опять купить штатный винт на туху свою и продолжить существование в таком режиме в режиме одного винта что касается штат момента шагом 8 и 5 я считаю что это для одного винта самый лучший вариант выверенный винт который вывозит и одного человека с достаточной скоростью напомню что 1 у меня массы 80 килограмм с небольшим шмурдячком ну общая общая нагрузка около 100 килограмм новый винт вывозит со скоростью 37 километров в час и максимально когда мы нагружаем лодку в 260 килограмм этот винт вывозит ее со скоростью 27 километров в час нагрессирования больше 260 километров в 260 килограмм этот винт не поднимал нагрессирование груз больше напомню что лодка у меня ракета rl320 и собственно говоря вот это выбор остаться ли на одном винте или приобрести несколько несколько винтов на разные случаи жизни привела к меня к размышлению в результате этого размышления я решил поэкспериментировать ну естественно на себе поэкспериментировать вот в каком направлении я приобрел два винта первый винт девятка и второй винт достаточно экзотический шагом 5 оба винта фирмы solos тут я бы хотел сделать маленькое отступление отступление по поводу почему solos дело в том что я нахлебался у меня наверное было штучки 4 покупки китайских но на винтов на али экспрессе и в результате чего я сделал простой вывод такое чувство что китайцы продают дешево и продают также непонятно что ну или по крайней мере мне так попадала я не могу быть уверенным что я покупаю винт с такими-то параметрами с таким-то шагом а все мои попытки оканчивались неудачно вот почему я выбрал solos да дороговато но зато выверено качество и соответствует тем характеристикам которые заявлены по поводу solos грузового винта шагом 5 я сделаю отдельный вывод а сегодня я хотел бы поговорить о винте с шагом 9 дело в том что я стал ходить на лодке больше 1 нагрузка полезная уменьшилась и такой винт мне показался правильным выбором и так solos шагом 9 часть я вам покажу этого красавца можно его посмотреть кстати говоря хочу выразить благодарность представителю solos в россии они отправили мне этот винт в начале с деком но с деком у нас были проблемы известного свойства и я заплатил доставку с деком и ребята из solos отправили мне винт другой транспортной компании которая была ну дороже раза в полтора естественно с меня доплату они не взяли за что им большой респект вот за такое вот хорошее такое отношение к покупателю и так на винте девяточки я походил от solos походил уже достаточно долго и в одиночку и под нагрузкой и хочу немножко поделиться впечатлениями в одиночку я плюс небольшой шмурдяк опять же стандартно 100 килограмм нагрузки полезной под полезная нагрузка я не считаю вес мотора вес лодки это естественно что надо толкать под полезной нагрузкой я предподним предполагаю то что лодку загружен помимо самой лодки мотора и веселы прочего остального и так 100 килограмм дело было на неве и в одного я добился ну что же добился замерил скорость максимальной по течению протечения средняя 38 с половиной километров в час это на полтора километра больше чем на стандартном винте шага 8 с половиной тогда у меня было 37 километров в час но и второе замечание у меня упал упали обороты если на стандартном винте обороты доходили до 6 200 то с осовским винтом шагом 9 обороты упали до 5 800 я считаю это хорошо здесь уже на невском озере я загрузил лодочку втроем двое взрослых людей плюс ребенок небольшой и того 190 килограмм веса полезного средняя скорость но озеро тут какой может быть течение тем не менее я прошелся в одну сторону и другую с такой загрузкой 190 километров килограмм и средняя скорость на лодке была 32 километра в час короткие выводы по девятому винту вот я доволен покупкой это первое стал крутиться меньше моторчик это хорошо я думаю что при нагрузке до 200 килограмм я буду использовать этот винт при нагрузке свыше 200 килограмм но может быть реально начиная 220 килограмм я буду ставить соусовский винт шагом 5 но об этом винте под такой серьезная нагрузка наверно килограмм 300 начнем с нагрузки я а сделаю отдельное видео вот ну а пока всем пока надеюсь это видео было вам полезным видео notes и Продолжение следует...